Станция метро «Гагаринская» на четвертом месте по популярности среди пассажиров. Ее открыли в 93-м году. Тогда, рассказывает начальник станции Татьяна Барышникова, работали два входных вестибюля со стороны «Авроры» и тот, что ближе к остановке общественного транспорта недалеко от перекрестка с улицы Метерева. Но в 2004 году из-за небольшого пассажиропотока решено было оставить только один. Сейчас здесь готовятся к обследованию и плановому капитальному ремонту комплекса эскалаторов. Поэтому для пассажиров открыли вестибюль номер 2 со стороны Метерева, который был закрыт больше 15 лет. Отличается только дизайном цвета мрамора, а по пропускной способности, по оборудованию все то же самое. Поставлены дополнительные камеры видеонаблюдения, поставлено оборудование в кассе. Будем надеяться, что пассажирам будет удобно. С осени прошлого года начались работы по ремонту нерабочего вестибюля. Начали мы с подуличного перехода. Отремонтировали плиты, ступени на сходах, перекрытие покрасили в подуличном переходе. И потихоньку уже перешли в кассовый зал. В самом вестибюле номер 2 отремонтировали плитку, покрасили потолок, также привели в порядок технические и служебно-бытовые помещения. В планах по обновлению эскалаторных групп вестибюлю номер 1 заменить часть отслужившего оборудования на новое. Чтобы пассажирам было удобно и была возможность пользоваться станцией Гагаринская, у нас открывается второй сход, который расположен в районе автобусных остановок напротив проезда Метерева. Это даже будет немного удобнее для пассажиров, которые пересаживаются с автобусов, потому что второй сход у нас расположен в районе автобусных остановок. Соответственно, людям будет проще совершать свои передвижения по городу. Новый вход откроют уже завтра утром. Специалисты рассчитывают на то, что период, в течение которого один из вестибюлей будет закрыт, составит от двух до трех лет. Предпринимаемые меры направлены на повышение безопасности перевозок. Капремонт будет организован в несколько этапов. Сначала произведут предварительный осмотр и оценят текущее состояние комплекса эскалаторов с целью подготовки технического задания для организации процедуры проведения торгов на выполнение работ. В числе новшеств внедрение более удобной и современной униформы для персонала. Ею уже начали обеспечивать тех сотрудников, работа которых непосредственно связана с обслуживанием пассажиров. Был проведен конкурс, разработан дизайн. С учетом сезонности, организации, которая изготавливает форменные костюмы, ведется пошив летних и демисезонных комплектов. Они отшиваются по индивидуальным меркам. Персонал переоденется до конца текущего года. Мария Левина, Константин Головин. События.